Валерий Киченко Крайне признателен тренерскому составу нашему и тем организационным усилиям, которые центр делает. Вы в своих школах делаете. Есть у нас уже задел в разных возрастах. Триумфатором перенств Европы Всеволоду Шумкову и Алексею Киселеву 16 и 18 лет. С ними и другими молодыми талантами связаны олимпийские надежды южноуральского бокса. Думаю, что на них надо сделать ставку. Сейчас, в принципе, будем стараться готовить их. У юниоров очень серьезные соревнования. Перенство Европы, отбор на мир и олимпийские юниорские игры в Аргентине. Руководитель областной федерации бокса Евгений Ритин вручил боксерам и их наставникам премии. Тем временем в Челябинске проходит перенство города среди юниоров. Состязание в спортивной школе «Алмаз» собрали 66 участников. Задача – отобрать сильнейших в сборную Челябинска. Она выступит на декабрьском перенстве области. Если есть какие-то спорные моменты, мы сразу в них вникаем. И только под четким наблюдением. На область поедут лучшие бойцы города Челябинска. Есть фавориты, скажем так, уже утвердившиеся. Это Мерланд Косымов, это Эдуард Косымов, это Косимовский. Антон на сегодня уже второй отказ. Антон Косимовский тоже участвует в перенстве. В боксе он оказался благодаря старшему брату Ивану. Тот был призером перенства страны. Косимовский-младший намерен пойти дальше, выиграть Олимпиаду и стать чемпионом мира среди профессионалов. Но это в будущем. Задача сейчас выиграть соревнования эти, отобраться на область, потом отобраться на Россию, выиграть Россию. Самые старшие, юниоры, через год мужики, мужчины. То есть это уже, скажем так, резерв основной нашей будущей сборной, по крайней мере города. Городские состязания продлятся еще два дня. Финальные бои состоятся в субботу в 11 часов. Студенты-иностранцы Южноуральского госуниверситета сдали нормы ГТО. Будущий программист Габриэль Лумбу приехал в Челябинске с Демократической республики Конго. Успешно справился с нормативом в стрельбе из электронного оружия, а также в рывке гири. Ну, потому что я вообще люблю спорт, занимаюсь. Какой вид спорта у вас? У меня вид спорта – это баскетбол, лучше вообще. Я вообще люблю баскетбол. В программе фестиваля ГТО в легкоатлетическом манеже также были бег на короткие дистанции, прыжок в длину с места, подтягивания на перекладине, наклоны, отжимания и другие виды тестов на силу, скорость, выносливость и координацию. На выполнение норматива вообще есть целый год. И думаю, после того, как студенты пройдут все испытания, они, конечно, получат знак отличия ГТО. В сдаче норматива в ГТО приняли участие две сотни иностранных студентов. Им еще предстоит бег на длинные дистанции и плавание. 2 декабря в Челябинске состоится суперфинал Уральской лиги РМ-93. Целый год, каждый месяц спортсмены смешанных единоборств проходили турнир за турниром, и вот в декабре состоится финал. На стадионе имени Елесиной соберутся сильнейшие бойцы Челябинской области. Более 70 человек. Мы весь год к этому шли, и все победители турниров, которые за 11 этапов у нас были, они сразятся итогово в 12-м турнире, которым как дети будут участвовать 16-17 лет, юноша получается, так и взрослые, старше 18 лет. С Юрия Федорова пот течет ручьем. За одну тренировку он теряет 2-3 килограмма. Раньше 24-летний спортсмен занимался самбо и рукопашным боем, и вот уже 3 года подряд смешанными единоборствами. Победить в подобном турнире для молодого мужчины – дело спортивной чести. Кто выигрывает эти суперфиналы, попадает в сборную команду Челябинска, в область Челябинска. С следующего года начнем представлять наш город в соревнованиях по России, с другими городами будем соревноваться. Ну и в дальнейшем, когда у кого будет получаться, кто будет выигрывать, конечно, мы будем пробоваться и по профессионалу. Изюминкой бойцовского вечера станет прилет известного актера Владислава Дюмина. Примечательно, что Дюмин уже 20 лет не появлялся на ринге, и вот сейчас наступит его звездный час – спарринг с профессиональным бойцом. Поддержать Дюмина на Челябинском ринге должны коллеги по актерскому цеху, а также известные спортсмены и представители шоу-бизнеса. У меня о спорте все, прямо сейчас короткая реклама, а сразу после не пропустите обзор происшествий с Дарьей Шведовой.